Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такой кулон с применением алой трости. Начнем. Для начала сделаем трость. Для этого хорошо разминаем полупрозрачную полимерную глину и делим ее на несколько частей. В первый кусочек добавляем золотую пудру и желтые алкогольные чернила. Во второй кусочек добавляем красные алкогольные чернила и хорошо перемешиваем. В третий добавляем красные, желтые алкогольные чернила и немного розовой пудры. Последний кусочек только пудру фиолетового цвета. Все тщательно перемешиваем. В каждый кусочек добавляем поталь золотого цвета. Раскатываем первый кусочек, тот в который мы добавляли золотую пудру и желтые алкогольные чернила полтора миллиметра толщиной. И оборачиваем этим пластом оставшиеся кусочки. После того, как все кусочки были обернуты, нарезаем их на части. Если вам неудобно работать с мягкой глиной, можно убрать ее в холодильник на 10-15 минут, после чего нарезать. Получившуюся кучку хорошо утрамбовываем и формируем трость. Катаем нашу колбаску и разрезаем. Смотрим на рисунок. Если результат вам понравился, оставляйте. Я решила ее еще ужать, для получения более мелкого рисунка. Приступаем к кулону. Раскатываем желтую полимерную глину 2,5 миллиметра толщиной. Отрезаем небольшой кусочек от нашей трости и его тоже раскатываем на той же толщине. Гибким лезвием формируем нужную нам форму. Прикладываем к нашему желтому пласту. Также гибким лезвием формируем уже всю форму кулона. Из кусочка желтой глины катаем колбаску. Прокатываем ее на пастомашине и выравниваем лезвием. Получившейся полоской оборачиваем наш центральный элемент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструментом текстурируем всю поверхность колбаса. Кулона в том числе и полоску, которой мы обернули наш камушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насечки делаем не слишком глубокие, но заметные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При помощи иголочки делим наш кулон на кирпичики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На центральный элемент капаем фимогель и распределяем его по всей поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания тонируем внешнюю часть кулона черной акриловой краской. Излишки краски удаляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскатываем еще один пласт желтой полимерной глины 1,5 мм толщиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одну из сторон текстурируем, а на другую капаем фимогель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Распределяем его и прикладываем наш кулон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскатываем длинную полоску 1,5 мм толщиной. Текстурируем ее и выравниваем резвием. Это окантовка нашего кулона. Получившейся полоской аккуратно оборачиваем наш кулон, и все хорошо прижимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось сделать крепление. Для этого раскатываем желтую полимерную глину 1,5 мм толщиной. Текстурируем пласт и вырезаем квадратик. Сгибаем его, придавая ему дугообразную форму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикладываем к задней части кулона и прижимаем инструментом, чтобы все хорошо держалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем на повторное запекание при температуре, указанной производителем. После того, как кулон остыл, я покрыла центральный элемент лаком и продела чокер. Готово! Вот такой необычный кулон у нас сегодня получился. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова